Если вы решили посмотреть это видео, то вы наверняка, как и я, являетесь поклонником истории о Гарри Поттере. Справедливости ради нужно сказать, что мне гораздо больше нравятся книги о мальчике-волшебнике, но фильмы я также смотрела. Сегодня я предлагаю вам вспомнить наиболее запоминающиеся моменты из фильмов о Гарри Поттере. Таковыми прежде всего являются смерти главных и второстепенных персонажей. Именно их топ я представляю вашему вниманию. Итак, мы начинаем. Почетное десятое место я предпочла отдать смерти Белатрисы Ле Стрэндж. Наверняка многим из вас запомнился момент ее гибели от руки Молли Уизли. Собственно, именно это обстоятельство прежде всего позволило включить смерть Белатрисы в топ. Вряд ли хоть кто-то ожидал, что одна из сильнейших слуг Волан-де-Морта погибнет от рук домохозяйки, готовой на все ради защиты своих детей. Девятое место занимает трагическая гибель одного из братьев-весельчаков Фреда Уизли. Он умер в результате взрыва, устроенного Августусом Руквадом. Сам момент взрыва нельзя назвать избыточно зрелищным или запоминающимся, но вот его последствия, результатом которых стала кончина одного из любимейших героев, заслуживает особого внимания. На восьмом месте моего рейтинга находится гибель Винсента Крэба. Почему этому событию нашлось место в топе, возможно, спросите вы. Этому есть как минимум два объяснения. Во-первых, Винсент Крэб на своем примере показал, что разводить огонь в закрытом помещении крайне опасно. Во-вторых, мало кого не бесил, один из подпевал Драко Малфоя. Седьмое место моего топа по праву принадлежит Питеру Петтигрю и его гибели от собственной руки, которая была дарована ему темным лордом. Если вы смотрели фильмы или читали книги, то у вас не возникнет вопросов о том, почему Питер Петтигрю появился в этом рейтинге. Это вполне закономерно, ведь причиной его гибели стало мгновенное раскаяние, которое было принято подарком Волан-де-Морта за предательство. Шестое место занимает гибель совы Букли. Ее банально вывели из сюжетной линии, чтобы не обыгрывать ее существование на протяжении следующего года событий во вселенной Гарри Поттера. Несмотря на это, птицу, которая верой и правдой служила Гарри на протяжении шести лет, очень жаль. Пятое место занимает смерть Цедрика Диггари, ставшее своеобразным открытым объявлением новой магической войны между силами добра в лице Ордена Феникса и зла, которым являлись пожиратели смерти под предводительством Волан-де-Морта. Как мы помним, Цедрик погиб от заклинания Авада Кедавра, посланного Питером Петтигрю. Четвертое место по праву принадлежит событию, в буквальном смысле разыгранному Альбусом Дамблдором и Северусом Снегом. Разумеется, прочитав или досмотрев Гарри Поттера до конца, мы смогли узнать, что Дамблдор был убит Снегом по предварительной договоренности, но в момент падения директора с астрономической башни мы об этом не знали и испытывали самые разные чувства, начиная от растерянности и заканчивая злостью. Третье место занимает смерть свободного домового эльфа Добби, который пришел на помощь своему кумирю Гарри Поттеру и был убит кинжалом Белатрисой Лейстрендж. Мне было реально жаль Добби, который, в отличие от многих других в этом топе, действительно не заслужил смерти. Впрочем, для сюжетной линии эта смерть имела огромное значение. Именно похороны Добби помогли Гарри наконец-то разобраться в себе и начать действовать, а не слоняться по всей стране. Второе место занимает смерть Северуса Снега, укушенного Нагайной. Возможно, для него это лучшее развитие событий, но мне, как и многим из вас, было очень жаль этого несчастного персонажа. Впрочем, его смерть, как и гибель многих других персонажей, стала еще одним направляющим элементом в действиях Гарри Поттера. Первое место заслуженно принадлежит гибели Сириуса Блэка, убитого своей кузиной Белатрисой Лейстриндж в Министерстве Магии. Пожалуй, это первая смерть в истории о Гарри Поттере, которая меня действительно шокировала. Все прочее, в том числе и гибель Седрика Диггари, было своеобразной разминкой. Именно падение Сириуса в арку дало понять нам и героям истории о Гарри Поттере о том, что никто не может чувствовать себя в безопасности и что пламя войны уже разгорелось вовсю. На этом все. Возможно, вы спросите, а где же гибель Волан-де-Морта, мастерски побежденного Гарри Поттером? Я вам с удовольствием отвечу. В этом топе оно заслуживает тысячного места, если таковое найдется. В этой смерти нет ничего запоминающегося. В книге главный злодей погиб крайне бестолково, от единственного срикошетившего заклинания. В фильме все еще хуже. Волан-де-Морт и Гарри Поттер долго-долго играли в сварщиков, пока один из них не умер от удара током. Причем разряд был неплохой, ведь от злодея не осталось даже подошвь его обуви. Если вы согласны с расположением мест в моем топе, то ставьте плюс в комментариях. Если же нет, то высказывайте свое мнение также в комментариях. Я с удовольствием почитаю его. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!